Здравствуйте! На 12-м канале Час-Новостей в студии Юлия Кавыршина в этом выпуске. Чистые выбросы. Глава региона Александр Бурков принял участие в запуске революционного электрофильтра на Омской ТЭЦ-5. Едкий дым накрыл левый берег. Спасатели сегодня тушили пожар на рынке. Всему виной свалка старых шин. Под прицелом наблюдателей. Начал руками. Туда-сюда под стол. И головой мах. Или нервы, или подсказки. Как омские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Бывший пивзавод в центре города будет светиться как прожектор. Архитекторы готовят план реконструкции старинного здания. Здравствуйте всем. С вами я, Лиза, как всегда. И сегодня мы будем распаковывать вот таких две поступки. Прямые эфиры, влоги и общение с подписчиками. Почему современные дети сбегают в виртуальный мир. И нужно ли запрещать им пользоваться гаджетами. И доброе дело или пиар. Мы помогаем настоящимся. А мне нужно покушать все-таки. А меча, который кормит бездомных, считают неискренним. Очистят воздух от выбросов на 99%. Сегодня глава региона Александр Бурков участвовал в запуске революционного электрофильтра на Омской ТЭЦ-5. Оборудование сводит попадание угольной пыли в атмосферу практически к нулю. Принцип работы новой установки прост. После сжигания угля канцерогенные частицы под воздействием тока прилипают к стенкам фильтра и затем осыпаются в специальную емкость на утилизацию. Электрофильтр отечественного производства, его приобретение, монтаж и наладка обошлись энергетикам в 158 миллионов рублей. В ближайшие пять лет таким оборудованием оснастят все семь котлов в крупнейшей теплоэлектроцентрале Омска. К слову, предприятие, модернизируя процесс производства, выполняет майский указ президента. До 2024 года необходимо снизить выбросы в атмосферу на 20%. Вы знаете, что город Омс попал в число 12 городов индустриальных центров, где требуются экологические мероприятия как по выбросам в атмосферу, так и по переработке тех отходов, которые находятся на закрытых полигонах ТБО. Значит, план сегодня вставляется, он будет согласован с Министерством природных ресурсов Российской Федерации. А то, что мы видим сегодня на площадке, это поэтапная работа руководства ТГК-11 по снижению выбросов в атмосферу после сжигания угля. Рынок на левом берегу горел из-за брошенных покрышек. Серьезный пожар случился этим утром. Черные клубы дыма заволокли большую часть оптовки. Люди жаловались на едкий запах гари. Дискомфорт испытывали даже те, кто просто ехал мимо. Оказалось, что возгорание началось на свалке старых шин. Они были брошены между торговыми контейнерами. В итоге огонь охватил шиномонтажку, автомобильный магазин и другие павильоны. Некоторые из них выгорели полностью вместе с товарами. Никто не погиб. Все вовремя эвакуировались. Пожарные продолжают работу. Они заливают горевший участок площадью 75 квадратных метров. Ведется проверка, в ходе которой установят виновных. Знания русского языка выпускники проверяют в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Сегодня школьники сдают ЕГЭ по второму обязательному предмету. А у журналистов впервые появилась возможность попасть на экзамен без аккредитации. Представители прессы за испытаниями наблюдают в ситуационно-информационном центре ЕГЭ, откуда контроль ведут общественные наблюдатели. На мониторы выводится картинка с любой аудитории. Наблюдатели внимательно следят за происходящим. И при необходимости ставят метки, которые затем проверяют. Уже в первый час экзамена некоторые школьники привлекли внимание. Одна из учениц, вопреки запрету, не пользоваться справочными материалами, судя по видео, все же листала словарь. А в другом пункте ЕГЭ выпускник вел себя подозрительно. Было похоже, что абитуриент использует шпаргалку. Начал руками туда-сюда под стол и головой махнуть. Или нервы, или подсказки. Мы в главный офис того, что наблюдают, написала. Они среагируют в течение 20 минут. Если нет, его или не проверят, или еще что-нибудь, то еще раз напишу тогда. Наверняка среагируют. Потому что недавно, перед началом экзамена, мне надо было камеры, чтобы ровно были стояли. Я написала дважды. Только со второго раза среагировали. Утверждать наверняка, что тот или иной выпускник списывает, наблюдатели не могут. Потому сообщения о случившемся они отправляются по меткой подозрения на списывание. Информация поступает в Федеральный центр общественного наблюдения, в сам пункт проведения экзамена. Постоянно на связи и специалисты Министерства образования. Отмечу, что в Омске в этом году уже есть один случай, когда выпускника пришлось удалить с экзамена за пользование шпаргалкой. Инцидент произошел во время сдачи ЕГЭ по профильной математике 1 июня. Старинное здание пивзавода на Волочаевской реконструируют. Проект перестройки представили в региональной Минкульте. В планах открыть здесь рестораны, оздоровительный центр и лофт с офисами и площадями для выставок. Также в нем сделают стеклянную вставку и прозрачный купол. Земли его особо не будет видно, а зато ночью он станет светиться как прожектор. Пивзавод является памятником архитектуры. В конце 19 века здесь располагались императорские провианские склады. А в 1901 году его перестроили в спиртоводочный завод. Здание давно пустует и теперь архитекторам предстоит получить разрешение у собственника на проведение работ. Один из мировых лидеров по производству смартфонов анонсировал новую функцию, которая позволит контролировать зависимость детей от гаджетов. Программа покажет, сколько времени ребенок провел с устройством, чем именно занимался и даже позволит установить ряд ограничений. Например, заблокировать определенные приложения и поставить запрет на включение устройства по ночам. Принято считать, что для ребенка от гаджетов больше вреда, чем пользы. Но так ли это на самом деле? Почему дети сбегают в виртуальный мир? Какую альтернативу им могут предложить родители? И нужно ли на самом деле жестко ограничивать время, проведенное за планшетом или компьютером? Ответы на эти вопросы искал Денис Жарков. Здравствуйте всем! С вами я, Лиза, как всегда. И сегодня мы будем распаковывать вот таких две поступки. В свои 8 лет Лиза уже выросла из того возраста, когда играет в куклы. Она мечтает работать на ТВ, как мама с папой. И ее больше занимают съемки и монтаж видео для собственного канала на Ютубе. 70 подписчиков – это вам не шутки. Зрители Лиза развлекают роликами о вскрытии посылок, модный жанр анбоксинг, о посещении выставок и концертов, иногда готовят коктейли и муссы, и вместе с другом даже ведет прямые эфиры. Часто проходят трансляции. Много зрителей смотрят эти трансляции? Ну, один раз было целых четыре. И это для нас пока с Артемом очень большая оценка для прямых трансляций. Но когда-нибудь у нас будет уже шесть. Гаджетом Лиза посвящает два часа в день и утверждает, что это ограничение поставила она сама, а вовсе не мама, которая, впрочем, к увлечениям дочери относится с пониманием. Наталья признается, когда наваливаются домашние дела, легче всего занять ребенка, просто выдав ему планшет. Мы стараемся использовать приложения нужные. Допустим, нам поручили выучить таблицу умножения за лето. Как ее учить? Это очень много времени надо для этого. Мы скачали приложение, сейчас она выучила на два, завтра мы будем выучить на три, на четыре и так далее. Ну и есть, конечно, развлекушки. Никуда без них не денешься. Не все настроены столь лояльны, а зачастую родители. Если им показалось, что ребенок слишком много времени уделяет общению в сети или компьютерным играм, стараются электронные развлечения резко ограничить. Но на самом деле, считает психотерапевт Олег Перевалов, проблема вовсе не в гаджетах. И регламентировать нужно человеческое отношение к детям. Ведь в большинстве семей родители проводят с ними не так уж много времени. Отцы по статистике в среднем вообще всего 15-20 минут в день. Причем большая часть это претензии. Вот дети избегают в интернет, где им проще получить внимание и ощутить свою значимость. Для меня важнее контакт с детьми, который может дать им и уверенность в себе, и чувство причастности, и то, чему они могут научиться, эмоциональности, коммуникациям, когда мы прикасаемся к ним, когда мы их обнимаем. Это время, которое мы можем реально им дать. И тогда, если это будет им интересно, если они там почувствуют живость и настоящесть, им не надо будет убегать куда-то. При этом Олег Перевалов против запрета гаджетов. Эта часть жизни, говорит врач, если дети не освоят ее вовремя, могут лишиться каких-либо возможностей в будущем. Денис Жарков, Александр Саражин, 12 канал. Дома мечей стали безопаснее. 280 комплектов автономных пожарных извещателей с GSM-модулем установили в жилых домах и квартирах многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении. Современные средства обнаружения возгорания подтверждают свою эффективность. Всего с начала работ по установке произошло 46 срабатываний извещателей, что позволило предотвратить пожары и избежать тяжких последствий для жизни и здоровья людей. Напомню, что датчики стоят по поручению главы региона Александра Буркова. Система работает в автономном режиме, без участия человека. Извещатели передают сигнал о пожаре в диспетчерские службы пожарной охраны. Это позволяет сократить время прибытия спасателей, соответственно, максимально оперативно оказать помощь людям. Кормит бездомных и всех нуждающихся людей. Молодой человек из Омска Владислав Бармин запустил необычную акцию. Он покупает продукты в магазине и раздает их людям на улицах. Парень говорит, помочь обездоленным может каждый. Для этого не обязательно иметь состояние. Главное быть богатым душой. Однако не все поддерживают благотворительность и меча. Многие уверены, Влад просто пиарится, прикрываясь добрыми делами. Впрочем, парней, которые оплачивают пенсионерам продуктовые покупки, все больше в Кемерове уже есть целое движение. Счастье помогать. Обо всем по порядку. Анна Кокорина. В этом выпуске мы решили помочь бездомным. Давайте купим еды и пойдем найдем их. Не пиар, а доброе дело. Так о своем проекте отзывается Владислав Бармин. Помогать бездомным и нуждающимся едой парень решил после того, как к нему все чаще на улицах стали обращаться с просьбой. Дать немного мелочи. Вместо этого молодой человек начал покупать продуктовые наборы. Раздает чаще всего на вокзале или просто на улицах города. Мы помогаем настоящимся. А мне нужно покушать все вместе. Парень признается, люди, которым он помогает, часто вовсе не бездельники или лодыри. У многих просто не задалась жизнь. К примеру, этот мужчина родом из Казахстана. На заработки уехал в Башкирию, затем в Россию. Сколотить состояние пытался в разных регионах. Однако заработанных денег, как бы не старался, едва хватало лишь на еду. Знаете, многие говорят, что бездомные, типа, вот, вот, работать не хотят. Но на самом деле в жизни не все так просто. То есть, это легко сказать, ты на диване сидишь. Что-то для кого-то легко, а для других это сложно, грубо говоря. Поэтому я помогаю едой. Это может любой делать, как бы. Потому что, ну, по сути, ну, что там, колбаса, хлеб. Ну, рублей 300 ты отдашь, зато поможешь человеку. Доброе дело Влада оценили не все под его роликами. В интернете много едких комментариев. Люди считают, благотворительностью на показ не занимаются. Если хочешь сделать добро, не надо снимать. А это просто хайп, сделать себя популярным. В данном случае не помощь, а самолюбование. Разво помочь и видос снять. Но есть и те, кто поддерживает благотворительность Барвина. Говорят, даже если это и сама пиар, все равно доброе дело. Кстати, подобные акции проводят не только в Омске. Двое парней из Кемерово запустили целый проект «Счастье помогать». Они ходят по супермаркетам и оплачивают чеки пожилым людям, которые из экономии берут с полок уцененные продукты. Да дай Бог вам здоровья и всего доброго. Тратить колоссальные деньги на бездомных или нуждающихся ребята не призывают. Главная цель – призвать людей к неравнодушию. Ведь даже самая малая помощь может сделать мир добрее. Анна Кокорна, Дарья Шадрина, Вадим Насардинов, 12 канал. О спорте. Защитник Никита Певцакин может вернуться в авангард. Несмотря на двухлетний контракт с магнитогорским металлургом Певцакин, воспитанник Ястребов и клуб заинтересован, чтобы Амич вновь играл в стане родной команды. Взамен уральца получат кого-то из нападающих – Павла Варфоломеева или Дениса Зернова. Права на них официально принадлежат авангарду. Это подтвердили в континентальной хоккейной лиге. Чемпионки Европы по художественной гимнастике Мария Кравцова и Анастасия Шишмакова сегодня с триумфом вернулись в Омск. В составе сборной России Амичики завоевали золото. При этом для Насти эти соревнования стали первыми на столь высоком уровне. В аэропорту гимнасток встречали родственники и друзья. Министр спорта Дмитрий Крикорьян, с тренером и последовательницей. Всего в Испании на чемпионате Европы российские девушки завоевали 7 золотых медалей из 9 возможных, в очередной раз подтвердив свое лидерство. На счету наших гимнасток также серебряная и бронзовая награды. Перед выходом на ковер спортсменок напутствовала легендарный тренер Ирина Винер-Усманова. Это традиция. Что именно говорит Винер девушкам, остается в секрете, но эти слова всегда вселяют уверенность и спортсменки выступают лучше всех в мире. Волнение всегда присутствует. Мы выходили на площадку, мы как всегда спокойно, как на любой другой старт. Мы выходили за страну, выступали, защищали флаг России и сделали все возможное, что могли. Меня поддерживала команда, очень хорошо поддерживали зрители. Ну и за счет этого как-то было спокойнее намного. В отдельных видах у нас были неточности, но будем идти дальше, это все отрабатывать. Исправлять ошибки и только вперед. Впереди у девушек все лето, однако это не время для отдыха. Амички будут усердно трудиться, чтобы в составе сборной России принять участие в чемпионате мира. 8 сентября он начнется в столице Болгарии, Софии. После короткой рекламы прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем пол на выпуске программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. По здоровью есть вопросы. 48 38 38. Ходил раньше Павел и старый за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцени, что и склад, и магазин. Здесь свинина тушеная ГОСТ. 338 граммов, всего 86,90. Вот это цены. Сэкономил Павел и купил всей семье новые велосипеды. В приложении «Двагис» вы найдете подробную информацию о компаниях, расположении входов и навигатор с отмеченными светофорами и камерами. Скачайте «Двагис» бесплатно. Возрастное ограничение 0+. И о погоде завтра, 7 июня. Жарко и без осадков. Ночная температура воздуха в районах плюс 14-17 градусов, днем до 29 выше нуля. В Омске ночью 17-20 тепла, днем плюс 28-31. Ветер слабый, атмосферное давление 746 мм в ртутного столба. Новая информация уже в 17 часов. Хорошего вам дня! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok